Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Продолжается Великопостное поприще, продолжается Великий пост, и в прошлой нашей передаче мы начали разговор о главной молитве Великого Поста, о молитве Ефрема Сирина. Мы поговорили о том, что преподобный пустынник Аскет просит от него убрать Господа Бога, убрать дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о том, чего преподобный Ефрем, а через него и все мы, повторяя слова его молитвы, просим насадить в нашей жизни. Поговорим об этом в нашей передаче с нашим православным экспертом, гостем, протереем Андреем Вичкановым, клириком храма святых Бориса и Глеба. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Ну вот то, о чем я уже сказал в преамбуле. Ефрем Сирин просит у Господа Бога, как владыки жизни, отодвинуть от него вот эти вот четыре составляющие, которые мешают на пути духовного возрастания. Это праздность, это уныние, это любоначалия и это празднословие. А далее он произносит «Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему». Давайте поговорим об этих составляющих, потому что здесь, с одной стороны, и слова нам хорошо знакомы, например, «любовь», но которые требуют, мне кажется, более глубокого разъяснения, что под ней понимается. Потому что сейчас под любовью, например, может пониматься все, что угодно. Любовь мы строим, если берем известное, популярное, не очень глубокое ток-шоу. Мы слышим с телеэкранов «почувствуй нашу любовь», что это значит, опять-таки мы в полной мере до конца понять не можем. Любовью называются страсти, любовью называются влюбленности, любовью называются похоти. И все это для людей как бы любовь. Поэтому вот слово вроде понятное, а требует осмысления. Есть слова совершенно непонятные, мне кажется, для людей, обывателей, для людей, которые находятся вне церковной ограды, что такое смиренно-мудрие, что такое целомудрие. Потому что опять-таки целомудрие сейчас понимается просто как сохранение физиологической девственности, чистоты именно добрачной. Ну а в браке мы можем быть целомудренными, а уже находясь в семейном положении, можно говорить о целомудрии. А для монаха, который не вступает в брак, можно говорить о целомудрии. Вот что имеет в виду под всеми этими словами преподобный Ефрем? Я бы и хотел сегодня с вами разобраться и поделиться этими нашими размышлениями с нашими телезрителями. Ефрем Сирин начинает с целомудрия. Что такое целомудрие? Да, целомудрие. Это целомудрие, можно сказать, что все последующие качества, вот, они, в общем-то, ну, мне так кажется, именно основываются на целомудрии. И правильно, без целомудрия, понять их, ну, трудно. Потому что, опять-таки, да, и любовь можно по-разному понимать, но правильно она понимается только тогда, когда ты обрел целостность мудрования. Вот, когда ты, в общем-то, обрел определенную гармонию, когда ты понимаешь, что из чего и зачем. И не только в тебе, но и в окружающем мире. Только тогда ты начинаешь понимать, что такое настоящая любовь. Вот, ты понимаешь, что любовь — это не просто угорение, там, двух людей друг к другу. Что любовь — это гораздо выше, скажем так, и ценнее. И фактически любовь в его самом, так сказать, высоком понимании, она абсолютно бессмертно неистребима. Вот, но та любовь, которую, например, подразумевают молодые люди, которая между ними возникает изначально, вот, она у нас в православии, на самом деле, ну, скажем так, не называется. Любовью мы все-таки отделяем, наверное, это называем таким страстным чувством, влюбленностью, вот, которая имеет свое ограничение. Вот ограничение, вот оно очень легко вспыхивает, но также, в общем-то, легко оно и затухает. Поэтому, кстати, на этом основываются многочисленные неприятности в семейной жизни молодых, которые вроде бы все так замечательно начиналось, конфетно-букетно, а потом вдруг неожиданно все это затухает. И люди воспринимают это как, значит, потерю любви. На самом деле все далеко не так. Так вот, целомудрие, вот, на самом деле, это понятие, оно очень широкое, всеобъемлющее, вот. И если мы у Бога просим целомудрия, то мы должны понимать, что мы, в общем-то, просим у Бога, ну, фактически, правильного знания, вернее, о Нем самом, о Боге, правильных знаний, вот, о себе самих, вот, об окружающих людях. То есть, это, скажем так, это, ну, так мне видится, что целомудрие, это, в общем-то, ну, можно сказать, что это правильные знания необходимые, вот. И потом в итоге, когда мы, если приобретаем эти знания необходимые, то появляется, в общем-то, и целомудренная жизнь. То есть ты понимаешь, как нужно жить, имея эти знания. Вот, опять-таки, эти знания тоже появляются не просто так. Вот, я думаю, что вот все те качества, которые вот здесь вот Ефрем Сирин просит в этой молитве, вот, они, мне видится, что они взаимосвязаны. Потому что, когда мы просим целомудрия, вот, с целомудрием надо сказать, что вот мне так видится связано и смирение, и смиренно-мудрие, и терпение. Потому что это, опять-таки, все это взаимосвязано с правильным пониманием места смирения и смиренно-мудрия в твоей жизни. Правильное понимание тому, что такое терпение, что такое любовь. То есть мне видится, что это все взаимосвязано. Ну, вот, если немножечко, я бы, я просто хотел добавить. Мне вот, мне видится в слове целомудрия основное смысловое ударение на корни целостности. Вот то, о чем мы с вами говорили в прошлой нашей передаче, то есть все, что мне, все, что меня замыкает на себе самом, да, то есть, и, соответственно, делает меня, ну, такой жизнью, мою жизнь, жизнью раковой клетки. Потому что, что такое раковая клетка, и каков механизм развития раковой опухоли в человеке? Клетка одна теряет некую генетическую память о себе, о своих границах, и начинает разрастаться больше, чем ей положено. Потому что у любой клеточки есть свои границы. Всеобразно потеря силамудрия. Да, да, да. И вот первое, с чего начинает, как бы, преподобный Ефрем, он просит, чтобы я не был такой раковой клеткой, чтобы моя жизнь не замыкалась только на мне самом. И первое, с чего он начинает просьбить, то есть, помнить о том, что целое иногда бывает больше, лучше и качественно дороже для Господа Бога, чем единичное, чем некое частное. То есть, вот целомудрие, это в том числе, почему вот, например, в таинстве венчания, тоже такой интересный момент, я вот, когда начинал говорить о браке, сразу мне вспомнилась молитва на венчании, где священник просит, даруй им ложи нескверные, дай им целомудренное житие. Ну вот, если, опять-таки, целомудренное житие, понимать просто как житие как раз безбрачное, девственное просто, да, в физиологическом плане, тогда и вообще непонятно, чего просит священник для этих людей, которые должны зачать и родить, например, детей. Да, 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 да. Советскому человеку вообще непонятно. Да, а целомудренное житие, оказывается, чтобы вот они понимали, что они целые, и когда они, их жизнь будет действительно таким целым, это целое дороже частной жизни каждого из них. Вот эта вот семья дороже, чем жизнь его, ее и даже детей. Целомудрие. И в этом смысле как раз естественным следствием будет смиренно-мудрие. Потому что смиренно-мудрие, это не столько даже, мне кажется, подставление, там, щек, чтобы тебя били по правой, а ты подставляешь левой. А это вот некое понимание того, что своих границ, вот, и границ возможного. Смиренно-мудрие, да, мне кажется, слово смиренно-мудрие начать со слова вообще смирения, потому что я думаю, что оно из него и рождается. Да, потому что смирение, если так, наверное, коротко, конечно, попробовать сказать, наверное, это обезличенная покорность. Если в двух словах сказать, наверное, это будет емко. Обезличенная покорность, потому что ты покоряешься всему в этом мире, ну, кроме греха, соответственно, да, то есть покоряешься волей Божией. То есть все, что с тобой происходит, значит, ну, предположим, неурядица в семье, там, супруга, там, как мы говорим, там, не такая, например, там, или начальник не такой, да. То есть если посмотреть со стороны смирения, то есть что такое смирение, это значит покориться тому, что, в общем-то, с тобой встречается. Покориться тому, какая у тебя жена, то есть ты ее выбрал, например, вот, и ты покоряешься, значит, ну, какая она есть, такая есть, такую я ее и принимаю. Начальник какой есть, такой ты его и принимаешь. То есть ты покоряешься воле, в общем-то, Бога. Самое главное нужно понять, что смирение – это именно покорность воле Божией, ни в коем случае не потворство греху. Вот, ну и, соответственно, когда человек покоряется, вот, почему обезличенный, потому что, в принципе, это покорность, в принципе, воле Божией. То есть, да, то есть это для разных людей, может быть, ситуации, какие-то жизненные обстоятельства, то есть покорность, в общем-то, в общем, такая вот именно воля Создателя, который всегда, в общем-то, присутствует в нашей жизни. Вот, ну и, соответственно, когда ты понимаешь, что покоряешься воле Божией, ты получаешь определенный опыт смирения души, ты открываешь в себе новые грани, открываешь в себе новые возможности, ты открываешь новый опыт общения с Богом, потому что, как мы знаем, что Бог гордому противится, лишь только смиренному дает благодать. Вот, поэтому смиренный человек, который покоряется воле Божией, он получает сокровенный опыт общения с Богом, знакомства с Богом, и этот опыт открывает для него новые грани жизни. Он меняет образ своих мыслей и становится то, что мы называем смиренно мудрым, то есть начинает ко всему относиться, значит, думать обо всем именно с точки зрения смирения, с точки зрения покорности воли Божией. То есть какая-то красота, что мудрость какая-то вытекает из этого смирения. Да, смиренно мудрость, да, это, в общем-то, и есть, на самом деле, мудрость. Мудрость, которая фактически рождается, ну, происходит от Бога, можно так сказать, даруется Богом. Вот следующий аспект – терпение. Для многих смирение и терпение – это вещи синонимичные. Вот молитва Ефрема Сирина нам показывает, что это от них не так. В чем тогда разница между смирением и терпением? Понятное дело, что это все добродетели, понятное дело, что они к чему-то благому ведут, но вот в чем разница? Ну, терпение, надо сказать, что это очень важный добродетель, потому что без терпения, ну, фактически ничего невозможно достигнуть в жизни. В любом случае, чего бы мы у Бога ни просили, вот в любом случае нужно терпеть, чтобы этого достигнуть. Потому что, если мы чего-то просим у Бога, вот получается так, что Господь это нам дает, но дает не просто вот так вот, как мы на блюдечке можем преподнести, вот. А преподносит именно через опыт, ставит нас в соответствующую ситуацию. Вот как, например, можно прочитать о смирении у Серафима Саровского, вот мне очень нравится его мысль об этом. Он сказал, что если ты просишь у Бога смирения, знай, что Бог пошлет тебе человека, который будет подвергать тебя унижениям. То есть смирение приобретается, ну, фактически через определенные, не очень-то и приятные жизненные обстоятельства. Вот. И, в общем-то, через правильное отношение нас именно к ним. Ну, фактически терпя, ну, если так коротко говорить, то есть покорность, покорность тем обстоятельствам жизненным, которые Господь тебя ставит, оно, в общем-то, без терпения не представляется возможным. Вот. И, опять-таки, взаимосвязано. Потому что одно без другого никак не сосуществует. А что вытекает из чего? Смирение вытекает из терпения или терпение вытекает из смирения? Ну, мне так думается, что все-таки, по идее, должно терпение вытекать из смирения, потому что иначе какой у тебя повод будет для терпения? То есть если ты смиряешься, то если ты понимаешь, что нужно покориться воле Божией, соответственно, что нужно делать? Нужно просто терпеть. А если ты не покорился воле Божией, если ты не принимаешь все со смирением, откуда появится терпение? Из чего это вдруг я буду покоряться? Ну, как говорится, да, то есть терпеть что-то или кого-то, вот, ради чего? Ну, вот, люди светские, невоцерковленные могут сказать, ну, православные, терпеть, терпеть. Все ли надо терпеть? Вот. Может быть, не все надо терпеть. Может быть, где-то нужно как раз проявлять какую-то, не знаю, силу характера. Потому что терпение ассоциируется со слабохарактерностью, что вот ты просто такой вот терпишь, терпишь, тебя бьют, бьют по голове, ты все терпишь, терпишь, терпишь и молчишь. На самом деле, на самом деле, мне видится так, что слабохарактерный не сможет терпеть и покоряться так, как это может сделать именно человек с сильным характером. Потому что именно нужна сила воли определенная, нужно определенное мужество. Вот. И без этого, но никак. Вот. И поэтому, скажем так, этот взгляд, он, я думаю, что это с позиции как раз-таки слабости гордыни. Потому что, на самом деле, гордыня, надменность, с которой люди пытаются реализовать свое, скажем так, свою слабость, вернее, пытаются себя возвысить над самими собой, да, то есть унижая ближнего. Вот. То есть это именно такой взгляд, это именно с их точки зрения. То есть смиренный тот, который, ну да, на самом деле, с их точки зрения, это тот, который терпит. То есть, соответственно, его пинают, и он воспринимает это как что? Ну, как волю Божию. То есть если Господь допустил, чтобы меня унижали, вот я буду терпеть. Но, на самом деле, нужно прекрасно любому православному человеку понимать, что смиренный человек – это тот, который покоряется именно воле Божией, но ни в коем случае не воле дьявола или греху. Поэтому смиренный человек – это тот, который подчиняется именно воле Божией. То есть, соответственно, если меня не просят сделать какой-либо грех, вот, а, например, произошло какое-то обстоятельство, где, ну, просто мне нужно потерпеть характер человека или потерпеть обстоятельства жизни, вот, то да, тут нужно терпеть и молиться, чтобы, ну, так сказать, Господь как-то это изменил в лучшую сторону. Вот. Но если тебя просят сделать грех, предположим, там, говорят, ну, давай, там, вот, скооперируемся, там, сделаем одно дело и поделим, да, то здесь слабохарактерный человек, опять-таки, несмиренный и непонимающий, наверное, в чем заключается смирение, вот, наверное, пошел бы на уступки. Вот. А если, например, посмотреть, ну, не знаю, мне вот почему-то, когда мы говорим о смирении, вспоминается, вот, представь Богородицы, когда явился архангел Гавриил, вроде бы мы считаем Богородицей, да, то есть это образец кротости, смирения, вот, но в силу того, что некоторые у нас православные смирения понимают неправильно, вот, не как покорность воле Божией, а как просто, значит, неделание, скажем так, тех, дел, которые могут меня поставить, ну, другими людьми, например, да, то есть начальник тоже должен занимать свое положение, ну, скажем так, с любовью, со смирением, фактически, то есть правильно относиться к своему положению и месту, вот, так же Богородица, вот, если бы она поступила так, как думают многие нас православные, то есть она, по идее, должна была отказаться бы от той роли, которую ей предлагал архангел Гавриил, да, то есть, якобы со смирением, ну, как же так, как я стану вдруг матерью Бога? Ну, так предположить, если так вот ход, да, мысленно, на самом деле она что сделала? Она со смирением приняла волю Божию, потому что смирение, это и есть покорность воле Божией, если так хочет Бог, то, пожалуйста, вот, сероба Господня, будь мне по глаголу твоему, вот, именно такое отношение, такое смирение, оно и есть правильное смирение, то есть, это согласие с волей Божией. Соответственно, несогласие с грехом, соответственно, если вдруг зовут согрешить, нужно здесь проявить крайнюю твердость, вот, и ни в коем случае не смиряться с грехом. Вот здесь, в общем-то, смирение, оно отличается от того неправильного понимания смирения, как забитости, как какой-то слабости. На самом деле, смирение, это еще такое мужество и такая сила, которой не имеет ни один гордый человек. Ну, и не так много у нас времени остается до конца эфира. Хочется, наверное, о главнейшей и славнейшей добродетели поговорить, который, в том числе и Ефрем Сирин, вот, заканчивает вот этот ряд перечислений. Любовь. Любовь. Что же это такое? Надо сказать, что вся эта молитва, вот, все эти прошения, они фактически и просились Ефрем Сирином для чего? Для того, чтобы научиться правильно любить. Вот, мне видится, что все те, все то, что Ефрем Сирин просит от него, значит, от него удалить Бога, все эти страсти, грехи, вот, и то, что просит, чтобы Господь дал, все это для того, чтобы появилась любовь настоящая и подлинная. То есть, если все это объединить вместе, вот, то любовь, вот, оно фактически сочетает в себе и смирение, и терпение, и, соответственно, целомудрие, как целостность, мудрование, то есть целостный взгляд на себя, окружающих людей, окружающий мир. И, соответственно, здесь уже, наверное, стоило бы поговорить о любви в каком-то более, наверное, широком варианте, не в размерах от молитвы. Вот, а можно, конечно, задеть и любовь, скажем так, как величайший дар Божий, который мы фактически спрашиваем Бога. Вот, надо сказать, что, вот, мне нравится та мысль, что Бог нас создал по законам любви. То есть, в принципе, любовь – это то, что нам понятно, близко, и все мы рождены уже в любви. То есть, каждый из нас имеет любовь изначально. Так же, как, вот, если посмотреть на ребенка, вот он любит мать, независимо от того, какая она у него, любит просто ни за что. Вопреки всему, это и есть настоящая любовь – любить просто так ни за что. Вот, для того, чтобы так любить, нужно иметь и набор других качеств, опять-таки, целостный взгляд на все окружающее, целостный взгляд на себя. Есть какие-то признаки у любви, вот, чтобы, например, опять-таки, вот молодой человек, он задается вопросом, люблю ли я или влюблен? Какие вот признаки у любви, такие характерные, сущностные, чтобы вот понять, да, я действительно люблю. Или, например, ведь огромное количество людей, в том числе и приходящих в храм, то, что они подразумевают под словом «люблю», да, вот они говорят, я люблю там своих детей. И, конечно, люблю, батюшка, что же вы такое говорите, как не люблю. Вот, но при этом любовью это не является. Вот какие сущностные характеристики у любви есть? Ну, мой опыт жизненный, вот, подсказывает мне, что любовь можно даже на самом первоначальном этапе, когда это пока что у людей называется влюбленность, ну, как бы с нашей православной точки зрения, вот, а для молодых людей это такой очень яркий период, когда они, можно сказать, ходят в розовых очках, не замечают недостатки друг друга. Вот, вот, любовь даже в этом периоде или в периоде, когда люди прожили долго, или даже по отношению к детям, или, в принципе, по отношению друг к другу, да, как к брату или к сестре, мне видится, что это проявляется каким-то ощущением единого целого, целостности. То есть, когда я говорю, что я люблю супругу, значит, я говорю, что мы с тобой являемся одним целым. То есть, я ощущаю, что мы с тобой едины целы. Поэтому, вот этот опыт, надо сказать, что этот опыт, ну, сказать, то есть, я через него прошел. То есть, первое чувство, которое у меня было, когда, значит, мы с своей будущей супругой стали, значит, общаться, это было ощущение того, что мы с ней уже едины. То есть, какое-то единство появилось между нашими душами. То есть, как это объяснить? Объяснить это очень сложно. То есть, как это объяснить? То есть, это ощущается. То же самое по отношению к детям. То есть, дети, да, это, так сказать, часть меня. То есть, как-то это я воспринимаю как единое целое самого себя. Вот. Также друзья и ближние. То есть, в принципе, так получается, что, в общем-то, признак любви, вот, это ощущение единства, целостности. Вот. И вот это единство, целостность, ее можно заметить и в конфетно-букетный период, когда, да, там, сказать, люди много чего не замечают. Вот. Но если остановиться, задуматься, а это мое или нет. Первое, что нужно, наверное, по о чем подумать, а могу ли я сказать, что, вот, так сказать, та девушка, которую я там полюбил, вот, она, то есть, я с ней единое целое. Есть у нас что-то общее, что нас объединяет, что, вот, что я могу сказать, что вот это мое, что мы с ней составляем единое целое. Я думаю, что вот, наверное, так вот. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Время нашего эфира подошло к концу. Ну, и, опять-таки, вернуться к концу передачи необходимо к Ефрему Сирину, и мы это с вами сделаем, возлюбленные во Христе. Как видите, Ефрем Сирин озадачен только одной проблемой. проблемой созидания целостности, созидания мира и созидания церкви в том изначальном ее содержании, как это слово, собственно говоря, и переводится, собрание, то есть сохранение целостности тех, кто собран Господом Богом. Христос пришел для того, чтобы преодолеть раздробленность людей, для того, чтобы убрать всяческое разделение на своих и на чужих, на врагов и на друзей, на ближних и дальних. Сказать о том, что все мы вместе призваны жить и спасаться. И вот все те категории, которые сегодня мы с вами так быстро, так скоро разобрали, целомудрие, смиренно мудрие, терпение и любовь, это те вещи, которыми мы с вами созидаемся в настоящую, как ее задумывал Господь Бог, церковь. Храни всех вас Господь. До свидания. Храните мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова